Главное, что вы должны понимать, и все должны понимать, что проблема вакцинации в том, что эффективность вакцинации привела к тому, что мы перестали бояться дифтерии столбника и стали бояться вакцинации. Мы не видим дифтерии столбника, мы видим вакцинацию. Вот чего мы не видим, того мы и боимся. Вот это вот так печально, то есть эффективность вакцинации работает против нее. В результате люди борются с тем, что надо всячески поддерживать. Главное, посыл все-таки в том, надо бороться не с вакцинацией, а за качественную вакцинацию, своевременную, адекватными препаратами. Вакцинация была, есть и будет самым эффективным и экономически выгодным способом профилактики инфекционных болезней. В Украине, к сожалению, очень активные антивакцинальные настроения. Более того, были очень серьезные проблемы с поставкой вакцин. И все это наложилось одно на другое. И на сегодня мы имеем реальную эпидемию кори. За последние три года более 150 тысяч заболевших. 150 тысяч. И парадокс в том, что несмотря на это антивакцинальные настроения сохраняются. Вот это уже выходит за рамки логики, здравого смысла. А вообще ситуация иррациональная. И дело в том, что с вакцинацией от дифтерии ситуация не лучше. При этом пока я реальных сдвигов не вижу. Несмотря на то, что наконец-то есть совместный приказ Минздрава и Министерства образования. Непривитых детей таки не пускают в школы. Но тем не менее люди отстаивают права быть невакцинированными. Если в стране, куда приедет человек с корью, привито более 95% населения, то страна защищена. Ибо все, что вы можете сделать, имея опасное инфекционное окружение, это вакцинироваться самим и вакцинировать собственных детей. Более того, каждый взрослый человек в Эстонии, он может сомневаться в том, адекватно ли он вакцинирован в детстве. Имеется ли у него противоиммунитет к коре, дифтерии и так далее. Так вот в 21 веке несложные лабораторные тесты могут показать, есть у вас иммунитет или нет. Сомневаетесь, проверьте, нет иммунитета, сделайте вакцинацию. Продолжение следует...